В эфире «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Альтернативная электроэнергетика в Якутии. Японская компания «Русгидро» обсуждает установки ветряных мельниц. Арбитражный суд сегодня рассмотрел дело о банкротстве Нерингринской птицефабрики. В Якутске за сутки произошло два ДТП, где серьезные травмы получили дети. Струиндустрия севера. В Якутске собрались представители 16 регионов России, чтобы поделиться опытом в сфере ЖКХ и энергетики. Рожать детей или сажать леса? Вопросом задаются авторы спектакля Мирненского театра. Сегодня состоится подписание меморандума между правительством республики «Русгидро» и японской компанией «Недо», которая занимается развитием новых энергетических и промышленных технологий в Японии. В рамках исполнительного договора по строительству нового энергокомплекса в поселке Тикси планируется ввод уникального энергоузла, состоящего из трех ветроустановок, трех дизель-генераторов и аккумуляторных батарей. Впервые в условиях арктических ветров и низких температур Заполярье будет опробована технология получения электроэнергии из ветры, ее накопления и снижения расходов жидкого топлива на энергообеспечение удаленного арктического поселка. Документ, как ожидается, подпишет руководитель региона Игорь Борисов, председатель правления, генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгенов и господин Козуа Фурукава. В Якутии проходит досрочный этап голосования на пост главы государства. Таким правом воспользуются жители удаленных от помещений для голосования мест. Транспортное сообщение, с которыми отсутствует или затруднено в день выборов. Сколько человек смогут отдать свой голос заранее в Кобяйском районе? Наш корреспондент Юлия Михайлова. В Кобяйском районе организовано 19 точек для досрочного голосования. Это отдаленные местности, где сейчас находятся по воле судьбы работы. Это работники метеостанций, это оленеводы, дорожники, работники газопровода, коневоды и оленеводы. Завтра мы вылетаем в три стада. Там нас ожидают несколько десятков избирателей. В Нерингре утверждена стратегия социально-экономического развития района до 2030 года с применением проектного управления. Документ поддержали местные депутаты на сессии Нерингринского районного совета. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопросы внесения изменений в устав Нерингринского района. Приняли изменения в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогнозируемый дефицит бюджета Нерингринского района на текущий год составит 78 миллионов рублей, что не превышает предельно допустимых значений. Все мероприятия проходят согласно нашего регламента и уставу муниципального образования Нерингринского района. Я уверен, что 2018 год у нас будет таким же плодотворным и хорошим в плане законотворчества. У нас принято две поправки госсобрания ЛТУМЭН, которые внесены были Нерингринским районом Советов депутатов. И на сегодняшний день мы продолжаем нашу работу. Минтрут России решил повысить пособие по убезработице и упростить его получение. Законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, которые устанавливаются ежегодно правительством страны и упростить условия признания гражданина безработным. При этом документ коснется также условий назначения выплаты и сроков выплат. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе министерства. Дело о банкротстве Нерингринской птицефабрики снова перенесли. На этот раз слушания назначены на 20 марта. Решение было принято сегодня в Якутске на заседании арбитражного суда. Напомним, что только перед предпринимателями у птицефабрики образовались долги в размере 50 миллионов рублей. Арбитражному суду еще предстоит разобраться в правоприемственности кредиторов. Почему затягивается процедура? Процедура затягивается потому, что в настоящее время некий ООО «Мастикс» заявил свои требования о вступлении в дело о банкротстве вместо первого кредитора. До настоящего времени арбитражный суд якобы не разрешил вопрос о правоприемстве, то есть о том, чтобы вместо первого кредитора был другой кредитор. И на основании вот именно вот этого довода представитель «Мастик» сегодня и говорил о том, что нужно снова отложить судебное заседание, там что-нибудь, дней на 20, для разрешения вопроса о правоприемстве. Постоянно апеллировал к нарушению его прав. Однако какого-либо нарушения он так и не пояснил. В чем заключается нарушение? В результате дорожно-транспортных происшествий в Якутске два ребенка попали в больницу. Накануне вечером водитель автомобиля «Тойота Суксид» недалеко от крестьянского рынка совершил наезд на шестилетнего мальчика. Врачи скорой помощи диагностировали у ребенка закрытый компрессионный перелом позвонка. Со слов водителя, маленький пешеход неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Как позже выяснилось, отец пострадавшего ребенка оставил сына в машине, а мальчик решил пойти за отцом. Также накануне, несколькими часами позднее, на перекрестке улиц Лермонтова и Кеша Алексеева произошло столкновение легковых автомобилей. По предварительным данным установлено, что водитель Ниссана при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю «Тойоты». В результате ДТП закрытый компрессионный перелом позвоночника получил 8-летний мальчик, который в момент происшествия находился на заднем пассажирском сидении автомашины «Ниссан», не пристегнутый ремнем безопасности. «Журавли памяти» проект под таким названием стартовал сегодня в Якутске. С инициативой организации проекта выступили представители землячества Олегминского района. В память об участниках сражения на озере Ильмин, земляков-воинов в Хангаласском и Олегминском районах выступят с концертами Духового оркестра. Будут организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 75 лет со дня военной операции на озере Ильмин. Наши земляки и якутяне свято исполнили свой долг перед Родиной в рядах 19-й отдельной лыжной бригады 12-го гвардейского стрелкового корпуса 27-й армии Северо-Западного фронта. Когда я обнаружила письма своего родного деда Сорошева Александра Прокопьевича, который он написал Северо-Западного фронта. С тех пор я занимаюсь изучением этой истории, привлекаю детей, с которыми работаю. Ну и за последние пять лет проведено довольно большое количество мероприятий. Во всех населенных пунктах будут проведены памятные мероприятия. На всех обелисках будут возложены живые гвоздики, как дань памяти о тех, благодаря кому мы живем 73 года под мирным левом. В Хабаровске завершился дальневосточный медиафорум, который собрал свыше тысячи журналистов и блогеров. Есть ли будущее у традиционных СМИ, тренды новых медиа, их развитие, а также будущие коммуникационные сферы. Эти темы стали главным в работе форума. Площадки форума посетила и наша съемочная группа. Репортаж Сусанны Рожиной. Дальний Восток – приоритет на весь 21 век. Это стало генеральной темой дальневосточного медиафорума, который подошел в Хабаровске. Вопросы развития регионов, городов Дальнего Востока, вопросы подачи информации обсуждались экспертами и журналистами в течение двух дней работы форума. Есть ли будущее у традиционных медиа или в скором времени медиакейсы будут формировать боты? Каким будет будущее СМИ в цифровом обществе? Этот вопрос волновал многих участников форума. Очень приятно, что большое медиасообщество Дальнего Востока приехало к нам в Хабаровск. Более 800 человек приняли участие в медиафоруме. Это действительно очень большая сила. И нам очень приятно, что сюда приехали люди, очень много молодых людей. Это значит, что наша профессия журналистики, она омолаживается. Это очень приятно. В ходе панельных сессий эксперты обсуждали формы подачи информации, точки роста и взаимодействия СМИ и смежных отраслей. Как продвигать контент в социальных сетях? Что интересно пользователям Ютуба? Как провести информационную войну? Эти темы были ключевыми на форуме. Все спикеры, которые так или иначе выступали на разных площадках, говорили основную глобальную мысль, что СМИ во всех средах остается, конечно же, на сегодняшний день актуальным, реальным. Только нужно и развивать на разных площадках. Успешные практики продаж контента регионального телевидения, как оставаться в тренде, какие новости хотят федеральные СМИ из регионов, обсуждали эксперты. Сусанна Рожина, Стас Михайлов, Хабаровск. Но сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на Якутия-24. Строиндустрия Севера. В Якутске собрались представители 16 регионов России, чтобы поделиться опытом в сфере ЖКХ и энергетики. Алданский Якакит готов снабдить жителей района копченостями собственного производства. Рожать детей или сажать леса? Вопросом задаются авторы спектакля Мирненского театра. В Якутске открылась межрегиональная специализированная выставка «Строиндустрия Севера. Энергетика. Жилищно-коммунальное хозяйство». Свою продукцию представили более 80 предпринимателей из 16 регионов страны. Подробности в материале Петра Говорова. Как вы видите, здесь участвуют более 80 предпринимателей из 16 городов нашей необъятной России. Начиная от Барнаула, заканчивая Владивостоком. Здесь получается даже и Республика Белоруссия, и Республика Бурятия. Все они здесь. Но я вам скажу еще, что здесь не только выставка, также будут проходить семинары, мастер-классы и круглые столы. В Якутии выставка проходит уже в 15-й раз. При этом количество участников, а также спектр предлагаемых ими товаров и услуг только растет. Здесь у нас привезена, была показана здесь, и она уже применяется на деле. Это очень приятно, конечно. Выставка будет и дальше развиваться, и расти. Она уже стала традиционной. Собственно говоря, можно без лишней скромности сказать, что это, наверное, одна из крупнейших выставок не только в Якутии, но и в дальневосточном федеральном округе. Она уже завоевала себе такую, в общем-то, славу. Имидж хороший. Сегодня здесь представлены все необходимые материалы не только для жилищного строительства, но и для реализации более крупных проектов. За последние, например, 15 лет на территории Республики небольшими такими штрихами было введено порядка 18 тысяч зданий и сооружений. Это имеется и нефтепроводы, и газопроводы, и строительство жилья и соцкульпыта. Идет рост инвестиций. Следовательно, это та площадка, куда могут применять себя участники этой выставки. Свою продукцию помимо местных компаний презентовали предприниматели из Москвы, Сочи, Набережных Челнов, Владимира, Владивостока и других городов России. Широко представлены и дальневосточные соседи. На выставке мы участвуем в этом году впервые. Это наш дебют. Подготовились очень серьезно, интересно и надеемся участвовать в будущем постоянно. Устанавливаем автоматические гаражные ворота, уличные ворота. Мы работаем с 2008 года, то есть 10 лет. В этом году мы второй раз участвуем на выставке. Выставка будет интересна не только профессионалам отрасли и тем, кто имеет прямое отношение к жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, но и всем тем, кто планирует делать дома ремонт своими руками. Строи индустрии севера продлится три дня и завершится 1 марта. Петр Говоров, Владимир Павлов, Якутск. Натуральная пища или прошедшая обработку продукт. Преимущества очевидны. Алданцы отдают предпочтение молочным продуктам сельхозкооператива «Якокит». Фермерское хозяйство развивается. Осенью открылся цех по забою скота и первичной переработке мяса. Но когда потребители смогут отведать местных копченостей, знает наш корреспондент. Сфера производства продуктов питания в Алданском районе освоена слабо. Между тем, население все же имеет возможность сравнить качество и вкус местной продукции с привозной. Сравнение оказывается не в пользу последней. Все равно же это местное, оно же чистое, не искусственное. Без всяких добавок. Ну да, полезнее, конечно, ее здесь производят или везут, пока она перемерзнется. На прилавках алданских магазинов можно найти полуфабрикаты, мясо и молочные продукты местного производства. Мясо на рынок поставляют индивидуальные предприниматели. Молоко, масло и сливки производит сельскохозяйственный кооператив села «Якокит». Осенью 2017-го в крупнейшем хозяйстве района начал работать цех по забою скота и переработке мяса. На начальном этапе функционирования цех преимущественно оказывал услуги частным фермерам. Переработали 15 тонн мяса. В прошлом году обслуживались, то есть забивалось только по голове КРС, но с этого года начнем забивать и свиней. Развитие производства создает в селе рабочие места. Открытие цеха по забою позволило ввести 4 штатные единицы. В период отелов услуги пункта не востребованы, однако кооперативу цех необходим. В ближайшей перспективе хозяйство начнет поставки свежего мяса и копченостей на местные рынки. На прилавках появится как говядина, так и свинина. Нам нужно будет пройти сертификацию данной продукции, потому что там будут сертифироваться через Роспотребнадзор, поэтому тоже имеются сложности определенные. Если необходимые процедуры пройдут гладко, уже осенью 2018-го алданцы смогут отведать копчености и кокетского производства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алданский район. Легкий под таким названием Мирненский театр представил публике очередную премьеру. Режиссером постановки выступил петербуржец Александр Рахманин. Творческий коллектив ставит перед зрителями необычный вопрос – рожать детей или сажать леса? Ответ на этот вопрос ищут главные герои – молодая пара. Подробности в нашем следующем материале. Российский зритель познакомился с текстом Макмиллана еще в 2014-м. Спектакль «Дыхание» показал в Москве Берлинский театр Шаубюны. И вот 2018 год. Молодой режиссер Александр Рахманин из Петербурга на подмостках Мирненского театра ставит пьесу британского драматурга. Начало интригующее. «Все пройдет. И печаль и радость. Все пройдет. Так устроен свет. Все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит. Нет». На сцене маленький диван, который будет превращаться в автомобиль. Два человека. Они зовут себя хорошими людьми. Решают, нужно ли заводить ребенка. Ребенка, который будет еще одним производителем десяти тысяч тонн углекислого газа. В то время, когда мир и без того близок к экологической катастрофе. «Говорят, если ты действительно хочешь помочь Земле, откажись от детей». «Вообще говорят так, если тебе действительно небезразлична планета, убей себя». Но оказывается, хорошие люди тоже бывают эгоистичными. И уже на первое место выходит знакомое и более понятное желание жить для себя. «Ведь это произойдет в моем теле, вернее, с моим телом, но и нам двоим. Но мы об этом как-то не говорим. И это странно. Быть может, я странная. Или, быть может, только я». И действительно, разве только она. Она читает классику, ходит голосовать, смотрит авторское кино в оригинале с субтитрами, участвует в благотворительности и занимается йогой. И уже непонятно, разберется ли пара в вопросе «Рожать ребенка» или «Сажать лиса». Ведь все давно посчитано. Человечество производит 27 миллиардов тонн монооксида углерода в год. «Если учесть, что слон весит и близик на тонну, это получается 27 миллиардов слонов в год». И кажется, со времен Шекспира мало что изменилось. Быть или не быть, рожать или не рожать. Ответ на тяжелый вопрос в спектакле под названием «Легкие». Ксения Исламова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию народного художника Афанасия Осипова, стартовали в Якутии. О том, как на родине мастера в горном районе прошли мероприятия, рассказывают наши корреспонденты. Одним из значимых событий в рамках юбилейных мероприятий к 90-летию народного художника Афанасия Осипова стало присвоение имени великого живописца в Бердегастярской средней школе. И это не случайно, ведь в стенах этой школы учатся многие талантливые ребята, возможно, будущие художники. Об этом свидетельствует новая галерея работ воспитанников художественной студии. Вот девочки поразили вот в вашей галереи наверху и Зольда, и вот еще рядом рисунки были такие сюрреалистические девчонок. Вот эти две вообще очень даже. Одна график, другая живописец. Вообще молодцы. Данное событие имеет огромное значение не только для школы Иудоса, но и для всей республики. Мы присутствуем при очень важном событии не только для школы, а вообще для изобразительного искусства. Потому что закладывается замечательная традиция, когда имя и творчество, и наследие выдающегося художника связывается с будущим. Потому что школа – это всегда будущее. Это только залог того, что обязательно у этой школы будет какое-то сильное процветание, будут новые успехи и будут такие ученики, которые принесут славу этой школе. Далее в Центре духовности имени Сафрона и Семена Даниловых прошел круглый стол в тепло полотен Афанасия Осипова. Здесь прошел кинопоказ об Афанасии Осипове. Также организована выставка эскизных рисунков великого художника. Особым моментом круглого стола стало знакомство гостей с живыми героями и их родственниками с тех самых эскизов. Мой отец был земляком и другом Афанасия Николаевича Осипова. Их детство и юность прошли вместе. Они росли на берегах красивейшей реки Синей, учились в Борской школе. Затем пути их разошлись, они стали трудиться в различных сферах, но все равно они остались верными друзьями на всю жизнь. Ну а день завершился в родном селе Афанасия Осипова, в селе Мытах, посещением картинной галереи известного художника. Сардана Захарова, Михаил Мордовской-Мехута, Корный. Сегодня Международный день полярного медведя. О том, как в Ленинградском зоопарке поживает дочь Ломоносовой Колыманы, белая медведица Харчана, расскажет наш Сапкор в Санкт-Петербурге Айсена Бурнашова. В разных странах мира и регионах России можно встретить белых медведей с петербургскими корнями. Некоторые уезжают из Ленинградского зоопарка навсегда, а некоторые приезжают обратно. Например, как медведица Харчана. Сейчас Харчана значительно выросла. Тогда, в декабре, после переезда из Якутска, ее вес составлял 140 килограмм. Сейчас же медведица больше на 20, а то и на все 30 килограмм. Ребенок растет, ей уже чуть больше, чем год, даже год и три месяца, поэтому это нормально. Тем более, в период зимовки они набирают активный вес. К двум годам Харчане увеличат объем питания до 7 килограмм мяса и рыбы в день. Сейчас она ест половину того, что едят взрослые медведи. В утреннем рационе медведицы присутствуют и овощи, и фрукты. Как и прежде, Харчана с удовольствием ест морковку и яблоки. Во второй половине дня мы даем ей мясо или рыбу. Вот сегодня у нас как раз мясной день. Харчана пока обитает в своем прежнем вольере. Переезд в новый дом у медведицы планировался этой весной. Она должна была поселиться по соседству со своей бабушкой Усладой. Но из-за небольших изменений в комплексе белые медведи переезд пришлось перенести. Решили полностью реконструировать. Теперь там еще потребуется и дополнительно по новой его облицовывать. Поэтому чуть позже. Где-то, ну, наверное, к лету все-таки. Харчана очень шустрая. В ее трехкомнатном домике, помимо спальни и игровой, также расположена комната с бассейном. И если сильные петербургские морозы хорошо сказались на самой медведице, то бассейн просто замерз. Самочувствие у Харчаны прекрасное. Она всегда рада посетителям. Отметим, что в Петербурге ее многие называют снежинкой. И медведица откликается. Но все же имя Харчана, выбранное для нее всей республикой, ближе и дороже всего. В рамках недели здорового образа жизни проводится много мероприятий. В том числе лекции, профилактические беседы, мастер-классы по лечебной физкультуре, а также медосмотры. Наша больница, конечно, особенная больница. Мы оказываем специализированную экстренную, круглосуточную, экстренную медицинскую помощь. Поэтому, казалось бы, у нас не остается времени на оказание профилактической такой работы. Однако, как и любая другая медицинская организация, мы стараемся уделить много внимания профилактической работе. Стоит отметить, что в больнице работают около полутора тысяч человек. Они не только помогают пациентам, но и следят за своим здоровьем. Медосмотр сотрудники проходит по профпригодности у всех специалистов. Мы все занятые люди и в большинстве случаев не хватает времени на себя. И после работы у большинства бывает вторая работа. И приходится как-то пожертвовать собой. И как-то для этого выделили время, чтобы вот здесь, во время, может быть, тихого часа здесь занимаемся. Мероприятие проводится ежегодно. Каждый участник получает возможность пройти обследование на современном медицинском оборудовании. Оно позволяет своевременно выявить любую проблему со здоровьем и принять ускоренные меры по ее устранению. У нас гинекологический кабинет полностью оснащенный. Мы сами проводим диагностику, осмотр, консультацию, диагностику. И тут же сами лечим. У нас гинекологический кабинет оборудован аппаратом Сургитрон, который, значит, очень хорошо, с помощью которого борются с предраковыми заболеваниями. Взяли, прожгли, вылечили женщину здоровую. Ежегодные мероприятия неделя ЗОЖ дают свои результаты. Работники меньше болеют, что, конечно, отражается на работоспособности каждого сотрудника. Оксана Устинова, Ильяс Ромятников, Якутск. В Якутске на площади Ленина рядом с фонтаном откроет каток. Вход для всех желающих будет свободным. Инициатором проекта с рабочим названием «Дружба» выступило независимое креативное сообщество развития экстремальных видов спорта и актуального искусства «Арена-31» при поддержке Министерства по делам молодежи нашей республики. По словам организаторов, на катке также будут проходить благотворительные и культурные мероприятия, различные акции и выставки. Активный образ жизни близок и жителям Алёк-Минска. Здесь накануне открылась база зимнего отдыха. О том, как проводят время дети и взрослые, рассказывает Елена Фаст. Вторая половина дня – самый разгар работы организаторов базы зимнего отдыха в местности села Улахан-Мунку. Ледяная горка для детей, где с удовольствием катаются даже малыши. И горка для всех на 100 метров, позволяющая лететь, как ветер, по ледяному настилу. Первый раз вместо отдыха организовал Архип Павлов, известный всем мастер из Улахан-Мунку, еще в 2007 году. Чуть позже ею подхватили и уже развили в полную несколько человек. Среди них и сын Архипа Георгиевича. Люди приезжают тут развлекаться, ослабиться, подышать свежим воздухом. Ну и покататься от души. На базе есть. Детская горка, бильярд по-якутски. Есть 100-метровая горка, ледяная. Ну и шашлыки, кафешка, ледяные фигуры, вечером освещение. Вот так. Место это отлично знакомо. Всем не первый год сюда приезжают с семьями, компаниями, чтобы отлично провести время. Кто-то выбрался впервые. Первый раз мы здесь. Очень хорошее впечатляет. Столько, сколько горок интересных, где можно и сфотографироваться. Фотозона вообще шикарная. Горка вообще обалденная. Каждый год организаторы добавляют что-то новое. Взрослые могут сразиться в бильярд. Кроме этого, организовать фотосессию. И не только природа, которая сама является украшением, но и ледяные фигуры в центре внимания. Стоит поделиться тонкости работы. Каждая деталь аккуратно выточена, каждая буква на своем месте. Сейчас ребята готовы развить идею отдыха и летом. На летние тоже есть. А на летние что хотели бы сделать? База отдыха тоже. У нас тут решка вот еще. Все люди сюда приезжают купаться. Будем тоже батуты ставить для детей. Шашлыки тоже готовить. Еще трекбонные там для взрослых уже. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. Корреспонденты информационной программы «Якутия-24» следят за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова